1 2 3 4 5 всем привет с вами 7 0 tool да тогда я сейчас сайза нас так сейчас я тогда буду стремить айзона против изи до думаю изначально пострелить равен напротив у того чего как то бы я буду трюсу с лицом он ничего так ну что 7x айзом против 7x easy это у нас вторая квалификация на соло rstl вигу а вот еще наверно по быстренькому пропишу на канале что это у нас что это у нас такое а тут 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 некуда прописать на иска 2 тв можно прописать так ты стыд стыд запись запись идет ладно все нормально тогда потом просто вот на канал положу пока ничего интересного о да какой-то то видимо кастомные клану ребят чем здесь с иконкой 7x здесь с иконкой ты самый лайтнинг из ff13 ну ладно так сейчас выночки на стрим пока по раскидать конференциям так ну ладно пошли в общем стрим пошли две минуты задержки кто не на всякий случай к тем кто свеже присоединиться в ближайшие минуты напомню что это второй раунд квалификации соло rstl виге встречаются очень удачно прямо во втором раунде 7x айзен и 7x изи два таких основных 222 можно сказать двое из главных претендентов на квоту ближайшие раунды квалификационные я думаю вот сегодня так повезло что встречаются они уже на уже на старте уже прямо на старте сетки вообще очень веселая там сетка много было война перед началом перед стартом хотели вроде как даже упросить админов поменять но потом но потом забили вы пришли играться как есть да я уже тут успел проиграть в первом же раунде поэтому переключаемся на роль стримера играет у нас через пул хат через пух от оба игрока чуть пораньше хочу у нас у айзона и айзона собачками сейчас потихонечку прибегает будет напрягать тому вы еще нет умов к не готов а то есть здесь здесь конечно был тринадцатый пул до хочу и собаки смог а у изи я так понимаю было был стандарт 14 пол 14 охота бейлингов делает эти будет ему защищать защищаться не делает он мула только вот сейчас пошел а у айзона муж сейчас уже готов и будет он врываться я так полагаю здесь уже готовы бейлинги если бы если бы айзон был в курсе что там вообще есть ничего там вообще нет до самого дождался сейчас ворвется как раз аккурат к таймингу бейлинга делаем выскакивает 1 бэйн утробы тут к вина ну в общем то ничего пока у изи нет он надеялся чтобы или удерживать на входе собак походу не удержал к сожалению в итоге лопается первая королева пытается засейвить бейлинга еще оба или тут уже гоняется ну как-то как-то так нами на минимуме ресурсов пытается подбиться но теряется уже рабы двух рабов как-то там загрызли 1 собаке рассказать ну будет очень еще не скоро у изи айзон продолжает пуш собака бах отличный взрыв отличный взрыв от нашего зерга против нашего зерга и айзон да боится небольшой ответки ставят спайну уверенности и купит собачку будет видимо он будет видимо все-таки бейна бейна пушится да пушить здесь до конца видишь то есть преимущество пока помогу было не преимущество изи уже готовы все что у нас парабам 33 на 30 кстати не так изи даже впереди получается да то есть за счет того чтобы собакам не строил вот так на минимум ресурсов отбивался все у него пока немного лучше и он уже выходит в лейер 2 локации сейчас айзон добавляет газ качает основной газ и ставит рачать будем будет скорее всего здесь если до средней стадии дел дойдет игра в муту от изи против ручей от айзона это будет интересно достаточно посмотреть это два скилловых зерга с достаточно с разными стилями игры дал час айзон прибежал видит что здесь нету третьей локации то точнее где должна быть по идее 2 2 он поставил вот здесь внизу и это принципе то очень кто следил за остальным команды 7x тот помнишь что я высказывал много терка по поводу постановки 2 хаты на этой карте за зеркал делается плюс один действие временем делается шпайр и третья локация до айзон третью локацию стоит у себя внутри с цифру абсолютно он здесь отбился сложно здесь ее защитить вначально если ты защищаешь ты фактически халявную третью нычку получаю то есть там не надо не бороться с тем что тебя он пробьет не пробьет тебя уже но нужно защититься вначале вот знает ли знает ли наш красный зеркал том что здесь мута он не знает о том что здесь мута и пока не разведает аверсир у него какие-то сдавы заказываться я сейчас у айзона и должен он будет разведать шпиль но шпиль будет разведом достаточно поздно то есть он будет готов к моменту здесь нужно будет тыкать спор делать квин и пытаться как-то как-то изиатрич тем более что могут сейчас строится эта третья локация который будет относительно увезем для наезда фига а где а где войска айзон тут толпа лингов ломится вот они роучер но как-то как-то мало сегодня собаки собаки очень быстро не получается что айзон убивается за счет пары трансфюзов очень четко по скилу вылетает первого мотолисты здесь спорка видел видимо а версия спорни не видел а просто дежурный спорти значит получается ну или или просто игроки знают но тем более что игроки знают как друг как кто играет так что такие забегание видов пытается вкусить спорте сейчас визе делает пока королев и мув врачам визе сам кстати врачи это будет нечистому то всю игру это будет понятное дело что переход землю но в этом случайно мне кажется смотрится подпевочтительный бегут уже лучше напрягать третью локацию мув у них уже есть и зиму будет еще относительно не скоро и сейчас можно вполне забрать вполне можно забрать эту нычку эту хату то есть просто на пофиг запокусить вечера обо лопаются рабочие лопается мало численный рочек конечно мута прилетает и получается что врачи айзона мало времени если бы он сразу допустит всеми рачами стал фокусить хату он бы ее сломал вот но и сейчас нам ага не хватит быстро достаточно все расставила развалилась тикаря поймал получается что вот айзон слил своих врачей чисто ради того чтобы это вернулся перестал его калить то время здесь клин и спорте инфеста в общем то неплохо хотя примет нужен тридцатник отстает совсем 59 еще работ больше ну вот если банка если бы айзон конечно тухой через сломал то есть сразу фокусить и он начал то он был бы все намного намного лучше и сейчас его еще верло который по виспал куда-то улетели тут падают под раздачу еще полу вера находит из и в красном лимит сейчас айзон тем времен разницу уже практически 50 50 20 8 3 30 вот эти плюс 30 лимит сохраняется до сих пор 3 тяжелая ну что дальше начинается коплением накопление машины наземные с одной и другой стороны по апгрейдам 11 пошло уизе у айзон из апгрейда не получше не уже есть плюс один на полевого делается плюс два практически даже готова плюс 2 делать погонные железы на инфесторов принципе по земле мне кажется рендов так смотрится мама голубь так давайте глянем со стримом кто-нибудь у нас не смотрится это будет от чисто до вода на четыре человека на стриме привет ребята напомню напомню на всякий случай что это игра айзон если бы инстантный коз был конечно попалась здесь но что эта игра второго квалификационного раунда лиги соло лиги rstl вы кстати можете напомню поддержать эту бегу можете сделать себе рекламу увеличение путем увеличения призового фонда определенную тысячу другую третью рублей и вас будут прям как саму церкви помин поминать каждый каждый официальный стрим в качестве спонсора ну ладно много инфестора достаточно айзон настроил да по поводу стадии напомню что это это все это всего лишь 2 это это всего лишь 2 этого коль этой квалификации а уже тут я может сказать финал такие игры такие игроки встречаются чем цель и причем оппонент попадает на победителя пары экзем против энигмы да там было очень много войну по поводу сетки раз такие пирожки чуть-чуть 4 локация встает у визе идет об атаку не давая райзену эту 4 локацию статья нет айзен уже тоже стоит и здесь не очень удачно позиция жертвого зерка много здесь микоза начинается без сложно не сказать по моему что что себе повышает микоз или или гидра да по моему гидра все-таки перспективе рубят до разваливается разваливается краснотатого количества дпс войска аэзона вступает это минус вот это скайсер хаты сейчас будет или будет айзон защищать не давать вкусить ну не знаю мне кажется что мог бы из напоследок вот этими войсками пожертвовать забрать вот это печали больше что у него четвертая нычка тоже защищена есть дотекание все неплохо вот видимо гидра не у него цене домов есть никого не на крепи байки следующая атака идет уже держаться будет айзон опять с микоз у него же собственный гидролизм поводит по грейдам 11 против 2 1 есть что красного зеркал но мне кажется что просто просто и здесь больше люди пишет айзон счет становится 1 0 напомню что со второго раунда это был 3 соответственно будем мы сейчас свидетелем реванша выбирает карт сейчас реддолф лэг тут кстати временем уже в четверть финале вот как раз xd каспер вот этот вот липтон да оказался черт и не очень нет не так уж и плох прошел он равен а в следующем раунде так и мне нужно буквально на минуту другую авк войсками пожертвовать забрать вот этот вечер больше что у него четвертая нычка тоже защищена есть дотекание все неплохо вот видимо гидра не у него цене домов есть в колонке нету не на крипе байки следующая атака идет уже даст им идет все нормально ждем ждем мы пика тайзона странно кстати не видно стрима помидора который вроде как должен быть официальным стримером на этой лиги ли он будет основной или он будет основной этап стримить он сказать он будет офсом на этап стримить вот аквали кваде это слишком мелко да тут я проснул почил кстати тут близок объявили о старте бета-теста лего сел хочет стартует он ориентирует вам 30 31 марта 30 марта ну в общем в конце марта что он стартует вот и это будет очень здорово нужно будет озаботиться конечно же о инвайтер для себя и для команды вот ну я думаю что все будет отлично так приглашайте вы меня в игру тема по ска 2 т.в. ну окей окей создается время игры это будет карта deathwing ну а варим тоже будет стримить молодец ну а варим тоже будет стримить молодец не успел написать так поехала старая игра изи против айзена изи ведет со счетом 1-0 выиграл он первую игру на ванильской станцию вот и сейчас лузер пик от айзена это deathwing так так я сейчас буквально на пару минут поставлю пока камера тайс от warian И сейчас пойду. Продолжение следует... 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 Да, всё-таки дальше продолжает муталов строить с одной и с другой стороны, в землю пока никто не приходит, добавляет лингов на сдачу, по минералам. Ой, опять неудачно принимает, недоконтроливает Айзен, теряет ещё несколько муталов. По грейдам. Грейды, кстати, 0-0, пока там и там делается армор. Где-то на 15, Изи всё равно больше, но здесь преимущество в своей базе. У Айзен здесь есть блины, здесь есть более быстрое дотекание муталисков. Пытается разводить, а вот подогонь королев подставлять вражескую муту, но сложно тут достаточно оценить, получается, вообще состояние, количество муталов. Сейчас, кстати, просто шпиль убить вместе с апгрейдом, Изи, ну... Джи, Джи пишет Айзен, счёт становится 2-0 в пользу. 7XEZ, в итоге получается, что дальше по сети квалификации проходит именно он. Обидно на самом деле, что прямо вот на втором этапе, прямо вот на втором этапе выбывает один из наших самых сильных игроков. Ну ладно, стоп, я тогда запись. Согласен. Продолжение следует... Продолжение следует...